Всем привет, дорогие друзья! Новогодние каникулы закончились, и у меня остаётся меньше времени, к сожалению, на запись снова. Но пока что я ещё здесь и продолжаю воспоминания сверх всего чего только можно и кого можно Шурика Тимофеева. И только перед пятой серией я решилась всё-таки загуглить фантазии Баранкина, потому что Михаил в комментариях мне написал, что Медведев – это автор фантазии Баранкина, а Баранкин – это такой чел, который вместе со своим другом постоянно что-нибудь придумывал. Я читала «Баранкин будь человеком» ещё в детстве, много лет назад. Я знала, что есть ещё какие-то книги про Баранкина, но больше не находила. Вот, как-то так. А сейчас я решила погуглить, и оказалось, что, блин, так действительно здесь весь вот этот мод – это просто пересказ. Даже не столько пересказ, сколько вольная интерпретация на основе бесконечного лета книжки «Сверхприключения сверхкосмонавта». Да, вот могла бы я, конечно, раньше об этом обо всём загуглить и вообще задуматься, но вышло это сделать только сейчас. Что сказать? Я сначала была, ну, несколько, конечно, ошарашена, потому что отрывки из книги вот прям практически идентичные с текстом, который используется здесь, за исключением пары каких-то там замен имён с тем же Алиновым Хомаковским, например, там в оригинале другая фамилия была. А в остальном-то, в остальном всё практически совпадает. И вот, с одной стороны, мне это не нравится, потому что, ну, взяли полностью текст из книжки и разместили его в своём моде авторы. Но, с другой стороны, это таки неплохая возможность познакомить современного человека, который вряд ли читал такую советскую книгу про Баранкина, с вот очень даже неплохим детским, повторюсь, литературным произведением. То есть, если это читать как детскую книжку и осознавать, что герою, ну, на самом деле, может быть, чуть меньше, чем Шурику лет, то воспринимается оно не так ужасно. Во всяком случае, не хочется дать ему морду как-то и не хочется бесконечно пробивать себе лоб фейспалом. Во всяком случае, у меня более какие-то благосклонные мысли были к книжке, когда я почитала фрагменты, нежели к этому вот Шурику, к этому чудо-земпру. Но, как бы там ни было, мод уже записывается, как говорится, уже обратной дороги нет, поэтому нам ничего не остаётся делать, кроме как знакомиться с этой историей дальше. Естественно, книжку я дальше читать не стала, потому что поняла, что могу просто себе всё проспойлерить. Так что давайте, друзья, товарищи, вместе будем знакомиться с сверхприключениями сверхкосмонавта уже именно в этой вот современной обработке. Когда я проснулся, первое, о чём я подумал, как мне проучить всех этих жалких шпионов? Я решил это сделать сегодня же утром, после зарядки, линейки и завтрака. Как удивительно, что он ещё придерживается распорядка, который в лагере ему навязывают, хотя у него, по идее, должен быть свой, собственный. Я наскоро оделся и вышел на улицу на яркий утренний свет. Сделал я это не просто так, а потому что услышал снаружи какой-то подозрительный шум. Но вы знаете, что лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать, гласит народная мудрость. Но а что делать, если наши глаза не всё способны разглядеть? Взять, к примеру, свет. Самое тёмное место в физике, как считают учёные. Видимый свет – это электромагнитное излучение, которое мы ощущаем. Такое излучение дают волны, длина которых лежит в определённом диапазоне. Но стоит только волне перебежать границу в правую или левую сторону, как она превращается в невидимку. Инфракрасную и ультрафиолетовую области оптического спектра мы не видим. Да, видят их только избранные, как в Эвер-севентингу, например. Но я, как вы сами понимаете, вышел на видимую часть света. И что же? Господи, блин, опять скримеры. Вертишейкин рассматривал меня в упор в бинокль. Я не могу понять. У него фамилия лирические вроде бы. Вертишейкин – это, судя по всему, Шурик дал ему прозвище такое. «Большое видится на расстоянии», – сказал он мне нахально вместо «здравствуйте». «Это, как сказал Есенин», – пояснил лирический Вертишейкин. «Большое видится и на расстоянии», – сказал Тимофеев. Поправил я Вертишейкина и Есенина, выделив «и». Я нарочно потянулся и прислушался к себе. Все анализаторные системы моего организма работали прекрасно. Кристаллы углекислых солей давили на мембрану моего уха, сигнализируя об идеальном состоянии моего слуха. Я прекрасно слышал все, что происходило вокруг меня, надо мной и подо мной. Невдалеке топталась, громко о чем-то переговариваясь, токаревская дружина. «Все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор», – пояснил Вертишейкин, кивнув головой в сторону Токарева. «А я сказал, зеленый театр, зеленый шум. При этом мне показалось, что что-то когда-то вроде этого было в моей жизни. Вот так же, кто-то стоял, чего-то от меня требовал, я с кем-то ругался. Или я что-то об этом читал в какой-то книжке. А не все ли равно, с кем, когда и что было?» «А, Шурик, а у тебя-то, оказывается, склероз. Про Ольгу Дмитриевну мы уже забыли. Не отвлекайся, Тимофеев. Не отвлекайся от...» «Чего?» «Переги». Это что за слово такое, которое ты сейчас покажешь своим современникам? Не, ну, вот слово «апогей», которое внизу написано, я хотя бы знаю. А вот это, которое выше, они хотят проникнуть в твой апогей. Но пока еще рано, рано еще проникать им в твой апогей. Я стесняюсь спросить, кому и зачем нужно проникать в твой апогей? Вообще-то, апогей – самое дальнее удаление космонавта от Земли. А, да, это прям термин такой, который именно это не обозначает? Ну, хорошо. Мой апогей – это когда я выполню порученное самое трудное задание на свете. А перегей – это самое близкое приближение к Земле космонавта. Все, без вопросов, будем знать. Это примерно вообще. А в данном случае мой перегей – мое самое близкое приближение к моим земным делам и заботам. И сегодня, скажем, через час, я начну, как говорится, приоткрывать завесу. Я позволю заглянуть в щелочку забора, как бы существующего вокруг меня в моей жизни. Я позволю заглянуть в щелочку этим сгорающим от любопытства. Да не сгорающим, а точнее тлеющим от любопытства чинеземпром. Лирический Вертишейкин не сводил с меня молящих глаз, стараясь при этом даже не моргать, чтобы не пропустить чего-нибудь. У него даже слезы на глазах выступили от напряженного внимания. «Часа через два мы многих недосчитаемся», – протянул я задумчиво. «В живых?» – заинтересовался Вертишейкин. Эта фраза для него сразу же запахла антологией таинственных случаев. Он поджидал моего ответа и вежливо переспросил. «Не досчитаемся в живых?» «В еле живых», – объяснил я. «Пересчитай всех по цифровой системе», – приказал я Вертишейкину. «Ох, интересный же ты человек», – сказал Вертишейкин. И, как мне показалось, с неподдельным восторгом. «Ну да чего же ты интересный человек, Тимофеев? Вот есть цирк, кино, телевидение, театр. А ты один, все вместе взятое». «Ты вот что, Вертишейкин, ты слов так зря не бросай. Ты пойди и запиши, что я интересный человек. И, так сказать, что я все вместе взятое. Запиши и неси все на газету». «И Ольге Дмитриевне, и Виоле?» – уточнил Лирический. «Виоле не надо. Виола и без тебя знает, что я интересный человек. И, так сказать, все вместе взятое». «Хорошо», – ответил Лирический. «Нехорошо», – поправил я Лирического. «А слушаюсь». «Слушаюсь», – поправился Вертишейкин. «И вот что еще. Раз уж шантология таинственных случаев, так антология», – сказал я. «А про себя я подумал, что это хорошо и правильно, что я уже сейчас записываю о себе воспоминания. Но еще лучше, если будет записывать обо мне воспоминания еще кто-нибудь. Пусть, скажем, тот же Лирический Вертишейкин. Нашел себе Лакея, блин. Сейчас будет загонять его по всем поводам. И еще я подумал, что этот Вертишейкин со своим заурядным умом сам не поймет, что произойдет сегодня на его глазах. Поэтому сказал. «Ты, Вертишейкин, со своим детективным умом сразу не разберешься и не поймешь, что сейчас произойдет. Поэтому я тебе объясню. Все это тоже, между прочим, запиши. Значит так, сейчас я побегу через площадь на стадион по лесополосе, а потом обратно на стадион, где турники и прочие снаряды. Понял?» Вертишейкин кивнул головой, что он все понял. «До финиша со мной добежать сумеет только Токарев. Остальные не выдержат и отстанут. Чтобы не подумали, что Тимофеев сбежал, и чтобы не искали по всему лесу попусту, я тебе скажу, где мы с Токаревым будем. Это тоже записывать? Это тоже записывай. Значит, там в стадионе есть всякие снаряды спортивные. Так вот, я в основном буду развлекаться на тех, возле которых висят такие предупреждающие таблички. Детям без присутствия взрослых на снаряде не заниматься. Значит, все будет происходить, как я тебе сказал, понимаешь? «Фифти-фифти», – ответил лирический Вертишейкин. «Как говорят американцы, 50 на 50». Ох, интересный же ты человек, Тимофеев. «С одной стороны, понятный, с другой стороны, в тебе черт ногу сломит. Все в тебе непонятно и загадочно». Ладно, только время поможет тебе во мне разобраться. С этими словами я пошел к токаревской дружине. При виде меня все мои одновзводники напряглись, как один. «Совсем недавно», – сказал я. Ой, тут еще Славя и Лена, кстати, есть. Английская подводная лодка «Пайсес-3» или «3», если уж по-английски, да, с двумя исследователями на борту затонула, ударилась одной и погрузилась в выл. Чепмен сообщил об этом на базу. «Расслабьтесь», – сказал руководитель работ, как будто заказывал обед. «Держите атмосферное давление. Не делайте усилий больше, чем это необходимо. Мы спустимся за вами, как только на место прибудет еще одна «Пайсес». Совет не напрягаться имел глубокий смысл. Дело в том, что запас кислорода, рассчитанный на 72 часа, можно было растянуть. И если пленники моря сохраняют спокойствие и физически пассивны, кислород тратится значительно медленнее. Соображаете? Так что экономьте кислород, не напрягайтесь, расслабьтесь. «Лурский, ты, например, очень напряжен. Сначала ноги расслабь, потом руки. Смотрите, как я стою. Видите, как у меня спокойно висят руки вдоль тела? Левая нога свободно отставлена в сторону. Правая, хоть я на нее опираюсь, тоже не напружинена». Мои одновзводники зашевелились, задвигали руками и ногами, стараясь внять моему умному совету. «Это я вам вместо «здравствуйте», – продолжал я. А вместо «как живете», я вам вот что скажу. «Объем тела самого крупного муравья измеряется кубическими миллиметрами. Объем же муравейника в сотни тысяч раз превосходит размеры строителя. Значит, с одной стороны – мураши, мурашишки, мурашишечки. А с другой стороны – что?» Все напряженно молчали. «Что же все-таки с другой стороны?» – переспросил я всех сразу. «А с другой стороны – я царь или не царь?» – сказала, набравшись смелости Лена Тихонова. «Правильно, Тихонова», – поддержал я. «Только чего, царь или не царь? Я царь или не царь природы?» «Нет, не царь. Пока не царь». «Пока я говорил как бы в двух смыслах сразу. В смысле, пока человек еще не царь природы, и пока в смысле «до свидания». «А сейчас», – продолжал я. «Давайте мысленно произведем четкую загрузку мышечной системы. Даю команду. Бегом, шагом марш!» Вы, конечно, подумали, опять этот Тимофеев дает какую-то странную команду. «А ничего странного, между прочим, в этой команде нет». «Поясняю. То, что для всех бегом, для Тимофеева – шагом. Значит, бегом, шагом марш!» Я побежал по аллейкам между домиков по направлению к воротам за спортплощадкой лагеря. Ой, блин. Как они его тут вообще терпят, я не понимаю. Воспоминание двенадцатое. Я сам себя сыграю. Такая-то, с Токаревым-то он будет бегать на перегонке или нет? Я ожидала эпичного соревнования, но мне кажется, Токареву на него плевать. Сначала все побегут за мной. Думал я, набегу. Потом с каждой минутой желающих будет все меньше и меньше, а я буду развлекаться до тех пор, пока Токарев тоже не выдержит. И, как говорится, сойдет с дистанцией. Я же все равно буду продолжать развлекаться. И когда я потренируюсь до сыта, тогда я пойду на пристань и доберусь вплавь до острова. Часть ребят, наверное, потащится за мной и туда. Но плыть, конечно, никто не будет вместе со мной. Разве только Токарев. О, это какая-то известная, кстати, песня. Это не из электроника, случайно, а? Что-то прям очень знакомо звучит. Я... Ладно, так, навскидку и не узнаешь, но как будто бы из какого-то известного советского фильма. Дальше в тетрадке сохранились лишь обрывки фраз. Далее все происходило так, как и предполагал Шурик. Сначала с ним были все ребята, а закончил эти мероприятия он в полном одиночестве. Даже будущий космонавт Токарев и тот не выдержал перегрузок, предложенных Шуриком. После пробежки из портплощадки Шурик все-таки направился вплавь до острова. До пристани с ним еле доплелся один Токарев, но что произошло далее, неясно, так как в тексте отсутствуют еще страницы 3-4. Затем Тимофеев продолжает описывать, как он сидел в кружках, ожидая Сыроежкина, и занимался сразу пятью делами. Итак, после всех утренних мероприятий я, как ни в чем не бывало, сидел в кружках и занимался сразу пятью делами, самым серьезным из которых были мои размышления о книге «Ораторское мастерство». Эту книгу я откопал позавчера в библиотеке у Мицголиной. Еще я откопал книгу «Судебные речи». По книге «Ораторское мастерство» я собираюсь овладеть искусством красноречия, а на «Судебных речах обвинителей» я собираюсь уже тренировать свое красноречие. Господи, мне кажется, ему это не обязательно, и так уже сполна владеет всем, чем только можно. Обе книги я прочитал, сидя в подсупке кружков, минут за 40. Я не очень-то давно овладела искусством так называемого «партитурного чтения», и с помощью этой системы могу прочитать примерно 200-300 страниц в час. Поэтому, когда я сидел в кружках, я уже не читал, а только размышлял о прочитанном. Дело в том, что мне, как представителю земной цивилизации, придется представлять ее на встрече с инопланетянами, а для общения с ними мне, конечно, необходимо овладеть достаточно сильным и могучим красноречием. Соотечественников я, конечно, могу и без всякого красноречия поразить первыми же попавшимися словами, но одно дело – соотечественники, а другое дело – инопланетяне. К инопланетянам потребуется, думаю, более научный подход. Из прочитанного я понял, что ораторское искусство держится на философии, логике, психологии, этике, языкознании. Мысли мои прервал вошедший в кружки Борис Лурский. Я посмотрел на него и подумал. На чем держится красноречие, я знаю, но вот на чем держится Борис Лурский, не могу понять. Сейчас у него было бледно-зеленое лицо, палые щеки и какие-то блуждающие глаза. Он посмотрел на мою книгу, опустился бессил на стул и спросил. «Еще читать можешь? Или еще читать можешь?» «Могу». «И заниматься в кружках будешь?» «Буду». Лурский пожал плечами и сказал. «Ну, Тимофеев, видал я закоренелых увлеченцев, видал и заядлых спортсменцев, боже ты мой, какое слово изобрели. Но такого, как ты, встречаю в первый раз. Это тебя так бег вымотал, да?» Затем он взглянул на книги, которые я читал, и вздрогнул. Сверху лежала книга «Судебные речи». «Товарищи судьи, я приступаю к обвинительной речи на данном судебном процессе с полным сознанием его огромного значения». Громко крикнул я на все помещение. Я крикнул для того, чтобы проверить, как звучит мой голос в смысле красноречия. Голос мой звучал прекрасно, просто очень даже прекрасно. Лурский вздрогнул, посмотрел на меня с ужасом, а в глазах его можно было прочитать. Какое там? Или влюбился, или попал в дурную компанию, или его какая-то муха укусила, или его инопланетяне подменили. Тут определенно все сразу. И влюбился, и попал в дурную компанию, и муха укусила, и инопланетяне подменили. Подумав именно так, Лурский бессильно и тихо спросил. «А где все? Ты хочешь узнать, где все хлипаки?» Переспросил я Лурского и разозлился. «Бросил бы я всех хлипаков в речку к пираньям во время отлива». «Ну да. Тебе дай волю, ты только бы и делал, что стоял на берегу реки и бросал всех к пираньям. А когда всех перебросал, тогда бы что еще стал делать?» Я, конечно, ответил самым презрительным на свете молчанием на такую ужасную картину, нарисованную словами Лурского. «Если бы я начал отвечать, пришлось бы рассекречивать многое, одно за другим. А я такое себе позволить не могу. Поэтому я обязан был выслушать слова Лурского совершенно спокойно, не дрогнув ни единым мускулом на своем лице». Не дождавшись ответа, Лурский тяжело вздохнул и оглянулся. «А где все?» Переспросил он меня устало, но настойчиво. «Если здесь я, значит здесь все», ответил я. «А остальные, по-моему, в медпункте». Лурский глубоко вздохнул и, наверное, подумал, что ему тоже надо бы сходить в медпункт. Но у него не хватило сил подняться со стула, поэтому он остался сидеть. «То есть подожди, типа Шурик так их всех загонял, что им всем стало плохо и они отправились в медпункт?» «Так они ж могли просто не бегать». И потом у него было какое-то ко мне, как это я чувствовал, очень важное дело. Я с жалостью смотрел на Лурского и думал. «Да, ведь это только мой перегей, и даже не перегей, а, так сказать, самое его начало». Лурский, видимо, понял мой взгляд, поэтому он опять вздохнул и сказал. «Укатали сивку». Он даже не мог договорить до конца пословицу. «Укатали сявку», – поправил я Лурского. «Вообще-то укатали сивку крутые горки, а то, что он сейчас сказал, это была какая-то странная фраза, напоминающая жаргон. Я прислушался к своему пульсу и картериальному давлению, проверил аппетит, он у меня был сейчас просто волчий, и подумал. Все в норме, все в абсолютной норме. Самочувствие сверхкибернетика Шурика Тимофеева прекрасное». Затем я опять хотел погрузиться в изучение ораторского искусства и красноречия, но Лурский опять отвлек меня. «Слушай, Тимофеев», – сказал он как-то тускло и без особых красочных прилагательных, которые он обычно любит употреблять. «Я, значит, и группа товарищей решили называть наш кинолюбительский кружок «Веселый тир». Знаешь, вот есть фотоохота. Это когда человек стреляет по животному миру не из ружья, а из фотоаппарата. Так вот, мы тоже решили стрелять по живым мишеням, но и из киноаппарата. Как ты на это посмотришь?» Я понимал, к чему клонит Лурский и прекрасно догадывался, что это они снова меня избрали мишенью для своей киноохоты. Я хотел сказать Лурскому, по-своим, мол, стреляете. Но не сказал, только подумал, а сказал вот что. «Значит, всю жизнь будешь последним делом заниматься, Лурский?» «Почему последним?» – удивился тот. «Да потому что», – взорвался я. «Ты же знаешь, всякий юмор там, всякие басинки-побасинки, всякие шаржики-маржики, пасквили-москвили обычно помещают на последних страницах каких-нибудь там журналов и газет, а распомещают на последней странице, то значит, это дело-то последнее». «Ну так ведь ты-то, Тимофеев, ты вот как раз на четвертых страницах и будешь работать в жизни. Так что мы с тобой, в общем, одним делом будем заниматься», – ответил мне Лурский. «Значит, ты уверен, что я работаю и буду работать на четвертую страницу?» «А на какую же еще?» – удивился Лурский. «Ты не думал, что я работаю даже не на первую страницу, а на ту, которая перед первой?» – спросил я снова. «Перед первой никаких страниц не бывает. Это только в научно-фантастических романах, может быть, бывает еще какая-то страница перед первой. Но не в этом дело». «Вот именно. Говори дело, Лурский. Что тебе от меня надо?» «Мы хотим на тебя киносатиру снять». С этими словами Лурский достал из портфеля несколько страниц, отпечатанных на машинке. «Разрешение, надо спросить. Разрешение у товарища Тимофеева, понимаете ли. А потом уже шаржики-маржики свои делать», – отрубил я. «Так я вот и говорю с тобой, вроде как бы спрашивая разрешение», – стал оправдываться Лурский. Я покосился на листки в руках Лурского, вероятно, это и была киносатира на меня, и строго сказал. «И вообще неправильно формулируете свои мысли. Надо говорить, не мы хотим, а нам пришла в голову глупая идея, или мы с ребятами уже давно мучаемся дурью». Лурский обдумал мою поправку и нехотя согласился. «Ну хорошо, нам пришла в голову глупая идея, и мы давно мучаемся дурью снять на тебя киносатиру, то есть выстрелить по тебе из киноружья». Не, ну а что, фильм Шурик он сам хотел про себя снять с Ольгой Дмитриевной в главной роли. «Теперь-то ему что не нравится, конкретно слово «сатира»?» «А что это за киносатира?» – спросил я строго. «Да так, небольшой сюжет из твоей прошлой жизни и будущей под названием «Звонок на перемену» или «Что было бы, если бы Шурика Тимофеева назначили старостой класса?» «Покажи текст!» – приказал я. Лурский с готовностью протянул мне листки бумаги. «Товарищи потомки, в избежание фальсификации всего, что я прочитал, прилагаю к моим воспоминаниям текст, сочиненный Борисом Лурским, и затем продолжу свои воспоминания». «Ну-ка, ну-ка, давайте посмотрим». «Звонок на перемену». «Или что было бы, если бы Шурика назначили старостой класса?» «О-о-о, сцена!» «Наконец-то хоть на Шурика со стороны посмотрим». «Фальшиво напевая, когда я на почте служил ямщиком, Шурик Тимофеев подметает сцену перед занавесом. Бегает Мику Хацуды». Ребята, вот это сейчас будет что-то очень прикольное. «Тимофеев, хватит тебе мести, первого урока не будет». «А что будет?» «Перевыборы старосты!» «Мику, мне у тебя прическа нравится, может мне сделать такую?» Шурик и Мику скрываются за занавесом. Из репродуктора, висящего на авансцене, доносится шум. «Предлагаю выбрать старостой класса Шурика Тимофеева. Он хорошо учится, дисциплина у него тоже хорошая, скромный, деловитый, в общем, хороший парень. Кто за?» «Прошу поднять руки, единогласно!» «Принимай дела, Тимофеев, поздравляем!» Снова шум. Занавес открывается. «Все свободны!» «Кроме участников концерта. Уточним программу и кое-что подрепетируем». «Я думаю, по поводу программы надо с Тимофеевым посоветоваться. Он теперь староста, значит это его тоже касается». «Правильно!» «Согласен!» «Шурик, иди сюда!» «Я здесь, в чем дело?» «Саша, сегодня вечером выступает наш кружок самодеятельности». «Ну и что?» «Каждый участник концерта составил программу, а какая из них лучше, мы не знаем. Решили с тобой посоветоваться. Как ты думаешь, с чего лучше начать концерт?» «Лена предлагает с художественного чтения, а Алиса с пения». «Ребята, ну какой же я вам советчик?» «Концерт меня не касается». «Что значит не касается?» «Ты староста, руководитель, вот и начинай, тебя теперь все касается». «Так с чтения или с пения начинать?» «Ребята, консерваторию я не кончал, в пении я ничего не понимаю. Мне медведь на ухо в детстве наступил, так что…» «И вообще, я простой ученик». «Ну, положим, ты, Шурик, был простой ученик. А теперь ты наш староста, и у тебя уже есть стаж руководства нашим классом». «Ну какой стаж, ребята, у меня? Я староста-то всего пять минут». «Всего пять минут? Ты хочешь сказать целых пять минут стажа?» «А у нас, например, ни одной минуты». «Соображаешь? Поэтому тебя уже и уважают в классе, и уже ценят твое мнение». «Ценят уже, говоришь?» «Очень ценят». «И меня все касается?» «Староста все и должно касаться». «С тобой уже считаются. Больше того, твоим мнением уже дорожат». «С достоинством». «Это ты, Алиса, хорошо сказала. Удачно. Со мной уже считаются. Моим мнением уже дорожат». «В конце концов, ты же умница». «Это верно. Я умница». «Тебя есть вкус, Шурик?» «Что есть, то, кажется, есть. Кто хочет еще что сказать?» «Тебя верный глаз и легкая рука. Поэтому тебя в классе уже пять минут ценят». «Пять минут и сорок секунд. Прошу выражаться поточнее». «Скажу больше. Тебя, Шурик, уже в нашем классе любят. Да-да, любят и даже гордятся». «Стой-стой. Повтори, как ты сказала. Меня что?» «Тебя любят». «Мной что?» «Тобой гордятся». «А почему?» «А потому что у тебя есть это, ну как ее...» «Ярко выраженная индивидуальность у меня есть. И я, как староста восьмого класса А что?» «И ты, как староста, просто это самое...» «Я-в-ле-ни-е». «Точно. Явление». «Я личность». «Безусловно. Если бы ты не был личностью, разве бы тебя выбрали?» «Не возражаю». «Вот поэтому мы с товарищами и решили посоветоваться с тобой. То есть решили вместе программу концерта». «Вместе, значит?» «Ну-ну, давайте, давайте, попробуйте вместе». «Посмотрим, как это у вас получится». «Ну, говорите вместе, что у вас там?» «Здравствуй, мы тебя уже двадцать минут растолковываем. Вот программа. Мы не знаем, на какой остановиться». «Попрошу с уважением. С уважением попрошу. Мы еще на одной парте с тобой не сидели. Так что на «вы» попрошу. Эх, может, за одной партой с тобой не сидели?» «Пожалуйста, Шурик, но мы с тобой... То есть я с вами шесть лет сидела на одной парте». «Сидела, а больше сидеть не будешь». «Трифонов, Воробьев». «Здесь мы». «Возьмите у завхоза пилу и отпилите». «Кого отпилить?» «Что отпилить?» «Часть моей парты от ее». «А, господи, я уж думала, Славина пополам распилить». «Да, но...» «Выполняйте». «Голоса убегают». «Так, Шурик ставит стул на стол, влезает на стол, садится на стул». «Вместе захотели». «Никаких вместе, понятно?» «Я достаточно вырос на ваших глазах, чтобы решать самостоятельно все вопросы нашего класса». «Как-никак, не заурядное явление. Староста, а не какой-нибудь там простой ученик». «Читает программы и рвет их. Господи, ужас какой...» «Ерунда». «Пф, глупости. Ах, примитив. Сейчас я вам составлю программу». «Хорошо, Шурик, составляй. Но тогда разреши помочь тебе советом». «А ты кто такая, чтобы мне советовать?» «Я твой товарищ по восьмому классу А». «Правильно. Товарищ по восьмому А, а не по советам. И вообще никаких советов. Понятно? Сами говорили, у меня вкус, у меня ум. Разбаловали». «Я говорила, один ум хорошо. Хорошо и хватит». «Ты не дослушал. Я говорила, один ум хорошо, а два?» «У кого это два? Не у тебя ли? Тоже мне мыслитель нашлась. Спиноза. И прическа мне у тебя не нравится. Что это за прическа?» «Вообще прическа тебя не касается». «Минуточку. Сами говорили, что меня все касается. Говорили?» «Говорили, но». «Никаких но. Кто хочет что сказать, пусть поднимет руку». «Все поднимают руки». «Говори, Алиса, говори». «Знаешь, это просто хамство. В конце концов, мы можем обойтись и без твоих советов. Ты староста класса, а не кружка самодеятельности. Консерватории ты не кончал». «Кто не кончал консерватории? Я не кончал консерватории. Ха-ха, да вы знаете, что я окончил московскую консерваторию». «Так когда же ты ее окончил?» «Когда я был вундеркиндом. От двух до пяти. По вокалу». «Слушай, Шурик, ты же говорил, что тебе медведь наступил на ухо в детстве». «Мне медведь. Это я медведю наступил на ухо. Понятно?» «Что с ним такое случилось? Неужели мы его так перехвалили?» «А, по-моему, это звонок». «Какой звонок? На первую перемену. Видите, как человек переменился с первого звонка. Выбрался старостой, и вот вам, пожалуйста». «Ни один ваш номер у меня не пройдет, а вот мои номера...» «А вот твои номера у нас не пройдут. Ну-ка слезай. Десять минут, как староста, а насорил...» «Снимай его, ребята, а то он что-то очень оторвался от пола». Мальчишки и девчонки снимают со стола стул, на котором сидит Шурик Тимофеев. «И совершил мягкую посадку в районе своего взлета», – протягивает Тимофееву метлу. «Держи. Подметешь мусор? Приходи в класс на свои перевыборы». «Ребята, а как же насчет посоветоваться? Вы ведь как будто хотели со мной что-то обсудить. Вместе, как говорится». «Спасибо, Шурик. Нам кажется, что мы обойдемся без твоих советов». «Лет до старости нам без старосты, без такого, как ты». «Значит, все?» – лей, как заплакал прям. «Все в один голос. Все!» – скрываются за занавесом. Шурик задерживает Мику. «Хорошая у тебя прическа. Я все думаю, не сделать ли и мне?» «Думай, думай!» «Кстати, Тимофеев, поздравляю тебя с рекордом!» «Минуты 8 секунд!» «Извините, 10 минут и 9 секунд!» «Поточнее, надо считать!» «Все равно, рекорд уходит!» «Оставшийся один, Шурик Тимофеев смахивает щеткой и метет пол, фальшиво напевая, когда я на почте служил ямщиком». А, да, трагикомедия какая-то получилась, честное слово. Надо будет потом заглянуть в книжечку, сравнить, было ли там так же. Пока я окидывал взглядом сочинение, которое вы только что прочитали, Лурский, по-видимому, во избежание неприятностей, оказался у самых дверей. «Кто меня будет играть?» «Спросил я грозно». «Токарев!» Почему-то, заикаясь, ответил Лурский. «Не пойдет!» «Но лучше его тебя никто не сыграет. Есть, которые сыграют и получше!» «Это, к примеру, кто же?» «К примеру, это я!» «Я смогу сыграть самого себя лучше всякого Токарева». Вот это поворот. Неожиданно. Эх, ну мы, конечно, посмотрим, как он самого себя сыграет. «Словесный обмен сведениями». Что-то, мне кажется, это будет совсем уже что-то упоротое. Лурского так удивило мое предложение, что он долго, молча просто стоял и просто не верил тому, что я сказал. И только когда я еще раз подтвердил свое желание, он сказал изумленно. «Слушай, Тимофеев, а ты можешь сам себе разрешить сняться в фильме, где ты будешь играть самого себя?» «Почему это не разрешу?» «Себе я разрешу, а другим никогда!» «Только я сам себе и могу разрешить, а больше мне никто не сможет разрешить!» Не похоже ни на мою прошлую жизнь, ни на будущую. Но меня во всем этом заинтересовало вот что. Во-первых, отсняв сам себя, я могу потом отснять с помощью Лурского сцену с вожатой, которую я грозился заснять на пленку. Во-вторых, мне было интересно, как говорится, сравнить две мои жизни. Одну мою истинную жизнь, которой я жил, и вторую – жизнь, которая представлялась моим соотечественником. А текст… Что ж текст? Текст со временем можно переделать, я имею в виду дикторский текст. Об этом я и поведал, все еще ошалело глядевшему на меня Лурскому. «Текст, конечно, нужно будет изменить», – сказал я. «Как это изменить?» – явно забеспокоился Лурский. Пришлось его успокоить. «Нет, не сейчас, а со временем. Пойми же, из всего, что ты накорябал, только два слова имеют ко мне, и то очень отдаленное отношение». Лурский обиделся. «И какие два слова? Почему только два? Здесь к тебе имеют отношение все слова?» «Я не корябал, а написал их в минуту вдохновения. И ведешь ты себя так вот нахально и поешь фальшиво, и с уроков пения сбегаешь». Я медленно вздохнул и еще медленнее выдохнул. «А почему я вообще не занимаюсь пением? Вы об этом не задумывались?» «И если пробовал петь на уроках пения и пел фальшиво, то почему? Вы об этом не подумали?» «Ну, потому что тебе в детстве, наверное, медведь на ухо наступил», – предположил Лурский. «Мне медведь на ухо?» – переспросил я грозно и пошел на характер. «Мне медведь? Это я однажды шел по тайге и наступил медведю на ухо». Лурский улыбнулся. «Это на тебя похоже». «Но вообще, это ж не снайперский выстрел из этого, как его из киноружья, что ли? Разве ты Лурский сам не видишь?» «Мы, к сожалению, о тебе ничего не знаем», – стал оправдываться Лурский. «Вот именно, ты бы хоть им рассказал, хотя они бы, наверное, поржали и все равно бы тебя как психа воспринимали». «Где ты учился до нашего класса? Как ты учился? Не всегда же ты был таким гигантским нахалюгой и хвастливым всезнайкой, каким ты пришел к нам». Лурский поднялся и сказал. «Пошли на репетицию, а завтра отснимем». И он устало поплелся к двери, столкнувшись на пороге с Алисой Двачевской. «Где этот очкарик? Где Тимофеев? Ты здесь, Тимофеев? О, наконец-то какой-то экшон!» «Ах, ты здесь! Тебя срочно вызывают в медпункт, Квиоли! Срочно!» «Радостно выпалила Двачевская». Мне так показалось, что не совсем радостно, а все-таки более грозно. «Ой, это такое маленькое воспоминание было? Ну ладно, пойдем дальше. Я подумала, Алиса ему сейчас драку закатит». «Сеанс! Слушайте, походу психолога наконец-то вызвали. Ой, мама, что сейчас будет?» «Виола сидела у себя за столиком, привычно закинув ногу на ногу. Столик перед ней был наскоро накрыт для чая. Тут были печенье и два мухинских стакана в оловянных подстакальниках. Почему мухинских стакана? Один из которых я допил до половины и из вежливости вернул обратно, показывая всем видом, что я благодарен и больше не хочу. Сама Виола равномерно покачивала ногу и читала газету, примерно раз в минуту бросая задумчивый взгляд в окно. «Я надеюсь, ты по своему расписанию сегодня побудешь в домике после тихого часа? Ольга хочет с тобой поговорить». «В присутствии кое-кого?» – спросила она наконец. «Сегодня вечер самодеятельности», – глухо проговорил я. «Необходимо мое присутствие». «Это что-то новое», – Виола улыбнулась правым уголком губ. «Говорила она необычно тихо, спокойно и размеренно, и очень задумчиво». «Шурик, на вечере самодеятельности». Что-то новое в этом было, и с ней действительно нельзя не согласиться. Ни на какой вечер самодеятельности, никакого свободного времени я, конечно, не имел, но на афишу, висевшую на доске объявлений и призывно извещавшую о генеральной репетиции, я обратил внимание, главное на три слова – «Слепой космический полет». Клоунада. А мне понравилось, как они взяли картинку с главного меню и так ее хорошенечко подретушировали. «Это еще что за слепой? И что это еще за полет? Да еще космический!» «И что это еще за клоунада?» – размышлял я, недовольно хмуряя и без того свое хмурое лицо. «Посмотрим, посмотрим», – подумал я тогда у афиши. «Над чем и над кем это? И главное, кто это вздумал посмеяться?» «Там клоунада, здесь консилиум, а по расписанию у меня еще столько нагрузок. Время! Где взять бы еще сутки?» «Какие там сутки? Как прибавить к этим суткам еще бы часов двенадцать-тринадцать?» «Да какие уж там двенадцать-тринадцать! Хоть бы часов пять-шесть!» – думал я, оглядывая молчавшую все это время биолу. «Эх, выход только один!» – продолжал я думать. «Надо спать в то время, когда не спишь, и не спать, когда спишь. Не может быть, чтобы природа не запатентовала такое изобретение у животных, или у птиц, или у насекомых. Человек должен это обнаружить, разгадать и взять себе на вооружение». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok